Стало уже обычной практикой, что предложение включения в повестку парламентских заседаний инициатив оппозиционных депутатов отклоняются большинством от правящей партии. Это же произошло и на заседании 28 ноября, когда парламентариот ПАС отказали заслушать руководителей ряда госучреждений. Депутат Вадим Фатеску предложил пригласить министра обороны Анатолия Носатова, чтобы тот предоставил гражданам разъяснение по поводу нового радара, купленного за миллионы евро, но который не смог обнаружить дроны, упавшие на территорию нашей страны. Мы до сих пор не можем понять, работает он или не работает, где он находится, зачем он был куплен. И в свете того, что было анонсирование закупка еще нескольких радаров за такие же бешеные деньги, просим заслушать министра обороны. Депутат парламентской группы Победа Марина Таубер предложила заслушать экс-министра внутренних дел Анну Ревенко, чтобы она объяснила, на что расходуются деньги граждан и чем именно занимается Центр по противодействию дезинформации. Так называемый Центр Патриот, которым она до сих пор руководит, хотя ее мандат в этой должности истек еще 19 октября. Данное предложение тоже не было поддержано парламентским большинством от ПАС. Прошел год, как этот Центр тратит десятки миллионов из госбюджета, но не ясно, какова его эффективность. Мы настаиваем, чтобы исполняющая обязанность директора отчиталась, на что расходуются деньги наших граждан. Мы не считаем, что власти консультируются с этим Центром по поводу закрытия телеканалов, веб-сайтов или страниц в социальных сетях. Этими злоупотреблениями занимается СИП по указке руководства страны. Следует отметить, что ранее Пятый канал пытался разузнать о деятельности этого Центра с бюджетом в 20 миллионов леев, но никто с нами общаться не пожелал. А в свободном доступе нет никакой контактной информации об этой структуре, ни адреса, ни телефона, ни пресс-службы, ни отчетов о деятельности и расходовании средств. Для заслушивания в парламенте было предложено пригласить руководство ЦИК, МИД и МВД по поводу участия молдавских чиновников в избирательном процессе в Румынии. С этой инициативой выступил депутат Василий Боля, которому председатель парламента Игорь Гроссу даже не дал договорить. В последние дни, в последние недели мы стали свидетелями того, что были отправлены различные сообщения, агитационные смс за определенного кандидата и за определенную партию на выборах в соседней стране. Важно было бы увидеть правовую основу расходования денег наших налогоплательщиков на зарубежную избирательную кампанию и отчеты об этих расходах. Мы хотим увидеть... Вы увидите. Выношу инициативу депутата на голосование. Инициатива набрала 8 голосов. Оппозиционные проекты не вносятся в повестку заседания парламента уже не первый раз. Ассоциация Промулекс, отслеживающая деятельность законодательного органа, неоднократно заявляла, что парламентское большинство ограничивает права оппозиции, нарушая регламент парламента. Что касается выборов в Румынии, нужно отметить, что в первом туре ПАС официально заявила о своей поддержке Марчелла Чалаку из Национальной либеральной партии, в которую также входит Зигфрид Муришан, заявляющий о себе как об адвокате Молдовы на европейском уровне. Между тем, в интернете представители молдавской власти и их сторонники развернули кампанию в поддержку кандидата от Союза спасения Румынии Елены Лоскони. В то же время активисты и журналисты, поддерживающие ПАС, поспешили назвать оппонента Лоскони, независимого кандидата Калина Джорджерску, пропутинским и пророссийским политиками, призвали всех молдаван с румынским гражданством проголосовать за спасение Румынии.